Доброе утро, дорогие мои! Сейчас я вас научу, как себя и окружающих утешить в тот период, когда у вас нет возможности причащаться. Нам не рекомендуют сейчас ходить в такие собрания. Мы видим уже сейчас, что действительно это опасно, потому что священники каждый день, я слышу сообщения, умирают. И поэтому сидеть и ждать, когда же я еще приду в храм, конечно, тяжеловато. Тем более, что многие думают, что причастие – это то, что может их оздоровить, то, что может их спасти от вируса. И это ложное понимание, потому что причастие все-таки дано для того, чтобы оздоровлять и очищать душу. Точнее, укреплять душу. Потому что Дух Святой входит в те души, которые уже очищены, которые уже святые. Но средства укрепления себя и утешения в этот период, они есть. Они есть. Это давнишнее средство, о котором я маленечко вам уже рассказал. И одна из ангелов меня спрашивает. Батюшка, вы там рассказали, как можно дома принимать причастие. Я что-то не найду у этого ролика. Дайте мне ссылку. Я не рассказывал, как принимать причастие. Я вам рассказывал о том, как утешить себя братиной. Братиной. Но, видимо, нужно поподробнее рассказать, что это такое. И поподробнее вам показать, как ее совершить. Чтобы вы действительно могли правильно, можно так сказать, сделать братину. Устроить пир. Тем более, во время онлайн-возможности, этот пир можно устроить для всех. Даже для тех, кто в отдалении находится. Итак, давайте начнем с такой истории. Что вместе собираться и вместе трапезничать. И вместе в это время разговаривать и утешать друг друга. Оно было и до Тайной Вечери Христа. То есть, вот мы видим, как и у сестер Марфы и Марии Христос собирается с учениками. Они тут разговаривают. Мы видим, как Христос ведет всех в гору. И они тут трапезничают рыбами и хлебами, которые умножились так, что еще и осталось. То есть, мы видим несколько раз, как Христос с учениками сидят и трапезничают. И мы видим с вами Тайную Вечери, на которой он объявляет, что хлеб и вино – это его тело, его кровь Нового Завета. Потому что до этого уже хлеб и вино во многих религиях использовалось. В том числе использовалось как освящение, можно так сказать, от каких-то других богов. Ну, например, вино считалось кровью Бахуса. Бахуса, а хлеб конкретно Зевс. Ну и так далее. Сейчас археологи, когда раскапывают всякие святилища дохристианской, то они находят и инструменты для разрезания хлеба, и хлебоносицы. И, в общем-то, с хлебом и с вином трапезы уже были. «Христос предложил новые понимания хлеба и вина». Потому что это никакой не кровь Бахуса, никакая, значит, не тело Зевса, а это кровь Иисуса Христа, Бога Слова. Хлеб – тело Бога Слова. Вот на этом, в общем-то, и здесь ждется вся литургия, а Евхаристия в воспоминании Господа нашего Иисуса Христа. Потому что он заказал воспоминание свое. В Евангелии сказано «в воспоминание мое, потребляйте хлеб и вино». Как это распространилось в христианстве? В христианстве приняли такую форму трапезы. Мы видим, что сразу приняли после воскресения Христова. Он приходит, а они уже на трапезе. Фома, помните, где вкладывал в раны пальцы? И он здесь с ними садится и вместе уже трапезничает. Рыба, вино, хлеб – все тут должно было быть. Больше того, Дух Святой тоже сходит на трапезе. Когда все вместе собрались, все вместе, значит, в воспоминании Господа, наверное, поднимали чаши и ломали хлеб. Хлеб нужно ломать. И в конечном итоге сошел Дух Святой на них, когда это все произошло. Так вот, друзья, смотрите, вот эта трапеза называлась «Агапа», «Вечеря любви». Переводится просто «Любовь», «Агапа», «Вечеря любви». И поэтому она происходила у всех первых христиан и происходила разным способом. То есть способов немного. Первый способ – это сразу отламывали хлеб, окунали в соль и во славу Божию его «Слава тебе, Господи!» «Слава тебе!» принимали и сразу запивали вином. А дальше продолжали трапезу. Трапезу. Это вот первый способ. Второй способ – это сначала ломали хлеб и потребляли его во славу Божию, потом трапезничали, что Бог послал, а в конце последнюю чашу поднимали уже как последнее причастие, как кровь Христова. При этом и во время трапезы происходило славление Господа вином, наверное, еще и хлебом, на котором был такой призыв. «Святые, выходите, славьте!» «Грешники, выходите, кайтесь!» То есть там те, кто собрались на эту трапезу, поодиночке брали чашу и славили Бога, произносили молитвы, то есть просьбы к Господу и так далее. Это называлось гимны. А кто-то выходил и каялся сначала, говорил, я вот такой-то, такой-то, и только после возгласов о том, что он достоин, он мог тоже причаститься. То есть когда он все высказал у всех, они ему произносили «достоин», и он тоже причащался. То есть вот такая история Агапы. Вот она. И распространяясь в разных церквах, открытых разными апостолами, то есть учрежденных или начатых разными апостолами, она немножечко была по-разному. Вот по-разному. Но мы видим, что уже во времена апостолов Агапы стали немножечко не такие, как апостолы предполагали. То есть апостол Павел сетует на то, что некоторые приходят сюда напиваться, наедаться, вместо того, чтобы славить Господа. И он говорит, что вы сначала дома наешьтесь, а сюда уж придите пославить Господа. А некоторые, мы знаем по высказыванию апостола Иуды, вообще здесь обжирались, объедались, уточняли свои тела, и Иуда говорит, думаете, я вас похвалю за это? Нет, я на вас посетую. То есть вот уже тогда начинались некие такие недоумения. И вот это обращение апостола Павла, что дома наедайтесь, оно стало, можно так сказать, основой от единения Евхаристии, то есть вот отделения Евхаристии, самого причащения тела и крови Христовой от Агапы. От Агапы. То есть и для того, чтобы все-таки всех удовлетворить, на Евхаристии часть хлеба выносилась на Агапу, и уже Агапа проводилась после того, как все совершилось здесь в начале. Даже в отдельных могли местах, то есть вот собирается на Агапу специальная община, то есть вот ученики, и только при наличии всех на Агапе считалось, что это стопроцентно собрато тело Христово, что вот это и есть община, которая принимает Агапу. Если не хватает кого-то, то Агапа не совершается, то есть вот это причастие. Но потом потихонечку начало переходить, что все, кто пришел на Агапу, кто здесь причащается, то тот, в общем-то, и Агапы причащается освященным хлебом. Тот, в общем-то, и есть община и Христов. При расширении христианства, особенно вот я вам про русское теперь начну рассказывать христианство, при расширении вот этих количеств христиан, конечно, уже место сбора и сотворения Атам, Агапы должны были быть увеличены. То есть это не просто какой-то домик или еще что-то. Начали строить храмы. Храмы строились именно по этому принципу, что вот есть алтарь, где производится тело и кровь Христовы, преобразуется у нас, притворяются. А, значит, и священники, то есть кто составляет вот эту, как говорится, часть апостольскую декана, и все, кто сослужит, они в алтаре причащаются. Епископы. А уже все остальные творят Агапу на освященных хлебах, в вечерях освящается хлеба, значит, здесь много просвора освящается. Они Агапу уже творили в трапезном храме. Но, так как начинались бесчинства в храмах, то есть напивались и нарадовались и так далее, то начали выносить Агапы в помещения отдельные. И у русских это называлось пир. Пир. Нет точного обоснования, этимологии, откуда пошло слово пир. Вот некоторые считают, что это от слова пить пошло. Я считаю, что пир – это пошло от огонь. Если вы почитаете слово полку Игоря, то там Игорь из этого плена бежит и направляется к церкви пирогощей. Это икона пирогощей в Киеве, в храме находящейся. А пирогощей – это родившая от огня или рождённая в огне. Я считаю, что эта икона неупалимая купина. Но огонь, если мы с вами хорошенечко посмотрим, то это Дух Святой. Духа Святаго. Огни сошли на апостолов. Огонь невидимый. Вот это и есть пир – огонь. Как огонь оказался за столом, можно так сказать. А вот так оказался. Потому что считалось, что во время этого Агапы, этой вечери любви, этого пира, исходит Дух Святой на всех, кто здесь славит Бога, славит всех остальных, всех, кто от Бога и всё остальное. Я вам сейчас зачитаю отрывочек Дмитрия Потаповича Шелихова. Это писатель, который написал в 1840 году книгу «Путешествие по русским просёлочным дорогам». Этот же писатель был, можно так сказать, реформатор России. Даже из этой книги можно понять, что же он предлагает в России сделать. А 1840 год ещё крепостное, право и всё остальное. Но ходят сведения, что он написал в четырёх экземплярах реформу России, подал их царю, и по этой реформе и состоялась эта реформа в России. То есть, раскрепощение крестьян и всё остальное. Найти эти экземпляры не могут, но ещё раз повторяю, тот, кто прочитает книгу «Путешествие по русским просёлочным дорогам» Шелихова, тот увидит, как реформировать Россию. И вот, как Шелихов описывает Агапу, то есть, вот такое приятие пищи и вина у пистяковского бурмистра. Тогда здесь был бурмистр, он один управлял всем, всеми пистяками, и были купцы, которыми он собирался, и, значит, здесь вот во время этого пира у бурмистра происходили все дела. Вот как Шелихов описывает эти дела. Я видел Богаткова. Богатков — это самый, ну, один из самых богатых здесь крестьян бывших, вот, который поднимал эти земли, строил храмы и так далее. Ну, вот фотографии двух этих крестьян, Богаткова и Прохорова. Прохоров, кстати, это тот брат, которого Прохоровский мануфактуры, так называемый, или теперь Орехова Зуя, там вот все это Прохоровское было. Итак, он пишет про Богаткова и других купцов. Я видел Богаткова моего хозяина, пистяковского бурмистра, на завтраке, на завтраке. Богатков мужчина лет сорока, рослый, черноволосый, народный бородку подстригает, одет щегольский на русский лад. Краснобай умный, он хвалит свой край и Русь православную. В пылу разговора со мной о державе русской он с огнем в глазах поздравствовал чарочкой царя белого, превозносил его мудрость. Мне казалось, что я вижу перед собой Кузьму Минина, патриота, простолюбина, Богаткова и других крестьян, почетных торговцев, угощал мой хозяин на славу, почивал чаем, белым вином, рыбой, икрой, дроченой, орехами, пряниками, черносливом. Между каждым немецким питьем и куском тотчас повелялся родной батюшка Ерофеич, правила и лекарь живота русского. Ни один из гостей не вышел за стола пьяным. Оттого они и богаты, шепнул мне Пестяковский бурмисов, что никогда не выронит из головы разуму. Богатков и другие крестьяне кушали за столом мало, пили много и особенно чаю, беспрестанно крестились за каждым куском и чаркой, крестились за каждым куском и чаркой, обнимались без счета раз и за столом заключали свои сделки совестливо и добродушно. Встав из-за стола, Богатков при мне отсчитал одному из при огромном тулупе мужичку промышленнику пять тысяч рублей с условием возврата деньги через полгода. Этот крестьянин вашей деревни? Нет. Так по какой мере одной барщины? Нет. Вовсе посторонний. Он живет за 70 верст отсюда, торгует исправно рыбой, хлебом. Как же ты, господин Богатков, даешь чужому человеку значительную сумму денег без расписки? Да он неграмотный, отвечал Богатков. Все равно я не запишу в свою книгу, что ему выданы деньги. Меня родители обучили грамоте, его нет, он и не виноват, но он может отпереться, скажет, не брал, и пиши пропало. А где же совесть? Государь мой, ваше высокоблагодародие, у нас все дела совестливые, а совесть дороже расписки. А сколько берешь ты за ссуду? Разно, кто что может. Если нового нашего брата промышленника Бог благословил хорошим барышом, то такой на ссуду заплатит росту больше, другой меньше, а иной вовсе ничего. Да еще мы ему покажем, если стряслась над ним беда неимучая, по Божьей воле что потеряет. Мы несчастному приятелю помогаем, он опять поправится и потом рассчитывается с нами честно, а умрет. Так семья, если не бедна, расплатится. Это у вас бывает сплошь и рядом, ведь у нас все дела совестливые, дружеские, а не судебные. Но если иной плут прикинется и скажет ложно, что разорится и платить не захочет, этому быть нельзя. Мы друг друга знаем вдоль и поперек и друг за дружку держимся крепко. У нас все промышленники нашего края на слуху, знаем, кто был и что добыл, худо или счастливо промышлял, все это нам известно. Обмануть же удастся однажды, после уже к нам и глаза не показывай, и не живи на свете, свой привычный промысел, не будет с ним ни знакомства, ни ему доверия. Никто никакого дела не будет иметь с плутом, ребятишки его засмеют на улице, в этом-то и дело, что у нас все дружеские и крепкие словом. Вот, например, этот тулуп, которым я сейчас считал деньги, он хоть нагольный тулуп, да под ним-то душа добрая и честная, да и голова приставлена к плечам разумная, детина торгует хорошо, удачно, смышленно, а платит долги вдвое лучше того. Правда твоя, Афанасий Иванович, возгордел, возговорил тулуп нагольный, ты прошлого года меня выручил, а год хотел выучить, ты судил меня десятью тысячами, а я и поправился. Скажи гостю барину, сели, выплатил я тебе денежки да копеечки и с благодарностью доволен Афанасий Иванович доволен отвечал богатков и впредь доверяю а как велика была благодарность спросил я об этом его душа знает да моя отвечал тулуп мы оба довольны и все тут желаю тебе наш друг любезнейший Афанасий Иванович здравствует многие лета с хозяюшкой и детками заемщик из-за моей давицы налили по рюмочке белого чокнулись выпили обняли крепко вот вам русской биржи и маклерства крепко у меня закипело ретевое чуть было не дошло до слез тронулась душа глубоко русским добродетелями народными прадедовскими простыми благословленными воображение то сейчас перенесло меня за несколько столетий в глубину прошедшего мне казалось что я посреди бородатых наших предков дворян бояр в брусяной избе за дубовым столом и на тесовой чистой лавочке и вижу их простое радушное обхождение дружескую связь основанную на совести и взаимном доброжелательстве без всякого жеманства хитрых коварных личин нынешнего модного света господа писатели о финансах и кредите в совести ищите основание кредита доверие народной совестью честью поднимайте доверие и кредит о которых так много ныне говорят пишут ученые по уму но без участия сердца и опыта видите видите какое описание агапы то есть они перед каждым куском крестятся как мы читаем они обнимаются по-братски и целуются это братино настоящие они не счетно поднимают русского Ерофеича 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 вот агапа творится на хлебе который по греческому называется евлогия евлогия греческое название такого хлеба а Ерофей и переводится это благословленное благословленный хлеб евлогий а Ерофей это святой переводится святая Ерофеем называли вот этот бокал эту чашу Ерофеича они поднимают то есть и видит этот человек в 1840 году Дмитрий Потапович себя как будто возвратился в то царство где вот это происходит на дубовых скамьях и это действительно так это так и происходило вот пиры были часть можно так сказать обязательная как в царских хоромах и домах и многие хоромы построены именно для этого так и в боярских и в купеческих и даже у крестьян мы здесь слышим что это крестьяне собрались у бурмистр с утречка сидят чернослив икорку дрочону вот вино немецкое какое-то и своего иерофеича с утречка никто не ушел пьяным вот это и есть агапа вот это и есть вечер любви иначе этой вечере любви никто никого не обмануть не может обидеть не может по-дружески он говорит добросердечно все это делает говорит об этом шелихов так пиры были можно так сказать двух свойств одно свойство пира это собрать верных себе верных себе посмотреть на них потому что что то у трезво на уме то у пьяного на языке это обязательная такая форма кстати сохранилась во многих сообществах в том числе к сожалению и в преступных сообществах что обязательно надо посидеть надо обязательно посмотреть друг на друга когда он в пьяном виде пьяный все расскажет вот агапы вам и сейчас известно на самом деле и сейчас вы творите определенные формы агапы которые вышли из вот такой общей как говорится агапы когда стало много новомучеников то есть тех кого язычники уничтожили убили и так далее на агапах стали поминать новомучеников то есть стали поднимать вино за них стали хлеб за них потреблять за них потреблять вот что в общем-то опять не всем понравилось не везде это поддержали на соборах на некоторых как бы сказали что такое нельзя делать но у нас русская тризна сейчас превратилась в поминки и вы помните что на поминках ставится стакан с вином или с водкой иногда теперь ставят и хлеб и все потребляют именно там ну еще кутию потребляют это вот как бы прообраз винограда там ну вот прообраз всего этого питания с медом вот с медом то есть это и есть часть русской агапы тризна так сказать что официально она ее запретили официально в некоторых на каком-то из соборов но неофициально мы все поминки эти справляем и это часть агапы и в этой агапе мы каким-то образом утешаемся вот тем что вот сколько собралось вот сколько значит помянуло вот сколько хороших слов сказали вот и это такое наше утешение самую известная для вас часть агапы которую вы проводите достаточно часто это свадьба это свадьба помните выходит к жениху невесте с хлебом хлеб нужно отломить окунуть в соль как это делал Христос да выходит с иконами обязательно тут сразу благословление Христа и Богоматери две иконы выносит тех кто свадьбу правильно совершает те кто идет и вся остальная свадьба на самом деле это агапа в которой огонь пир это свадебный пир в котором пир огонь дух святый должен объединить эту пару должен объединиться всеми кто пришел на свадьбу посмотреть кто пришел на свадьбу и те кто побывал на свадьбе ведь честно скажем как бы обязаны остаются на всю жизнь они радуют что их пригласили а потом всю жизнь поминают что да вот мы были на этой свадьбе а уж свидетели вообще там становятся чуть ли не родными в доме вот и это такая форма агапы русская форма агапы форма агапы были еще благотворительные агапы пиры тот же царь Василий Третий каждое воскресенье накрывал огромное количество столов на Ивановой площади в Кремле вот ну не на Иван она еще тогда не Иванова была еще не было колокольни Иванова Великого но вот в Кремле накрывал эти столы и собирал по несколько тысяч человек там же стояли представляете чаша с деньгами и каждый нуждающийся мог подойти и взять себе из этой чаши ну естественно никто не хапал потому что ты таким образом просматриваешься кто ты богатый или нет бедный поэтому богатые подходили подкидывали в эту чашу например и вазы специальные для тех кто не смог прийти на такую агапу ездили по улице раздавали вот эту снеть и раздавали освященные хлеба и творилось это агапа после литургии когда выходили с литургии из храма в Кремле и начинали агапу ну это все продолжалось Петр Первый он вообще решил сделать агапу пир главным действием по освящению то есть вот он начал устраивать пиры на государственном как говорится уровне и таким образом объединять вокруг себя своих соратников и тоже отсматривать этих своих соратников в общем это нормальная традиция традиция это продолжалось до самого можно так сказать свержения царизма то есть в какой-то где-то начали называть уже по-другому не по латыни пир а начали называть бал с включением тут каких-то еще театральных и танцевальных действий там все остальное но часть когда сидят за столом и пьют едят и кубки поднимают за Бога за Богородицу а это всегда первый тост за Христа второй за Богородицу а дальше можно за царя и всего остального как можно пир был очень дисциплинированным действием пир расписывался задолго до того как он происходил то есть кого где посадить какой очередности они будут поднимать славы не тосты еще называем какой поочередности они будут ну в общем действовать там ну в общем это большое действие такое как можно так сказать литургия литургия появилась из тех гимнов как я вам рассказывал первых христиан где каждый должен выйти и сказать какую-то молитву или славу богу какая значит полагается когда их много таких кто говорит то складывалась большая служба вот и иоанн златоустый сделал собрание этих гимнов и этих молитв можно так сказать для одного человека и предложили что чего нам там всем разные значит эти давайте вот одно и то же все будем одинаково славить одинаково просить у господа одинаково вот это и есть православие это единоверие единомыслие таким образом образовалось то есть мы просим одно и то же хотим значит одно и то же и священники читают как тайные молитвы во время литургии для всех как говорится верных вот эти гимны а уже когда выходит сюда в предел для тех кто ждет агапы они уже произносят вот эти молитвословия которые призывают тех кто в пределе присоединиться к этой агапе к литургии верных литургии верных кстати раньше всех удаляли кто на литургии неверный был то есть не готовый к причастию причащаться обязаны были все 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 я думаю историю я кратко рассказал но это интереснейшая история если вы возьмете изучить историю пиров как это все было и вот теперь поймете что пир это освящение духом святым что вот это все и освящение дружбы верности совести вот дело какого-то определенного то вы вдруг поймете что это великое значение этого пира и поэтому я считаю что пир нужно возрождать причем на государственном уровне сейчас они как бы вроде как бы есть там президент соберет кого-то и так по-тихому как-то немножечко значит пригубит тут покажет что он тоже солидарен с теми кто за столами там ветеранов многодетных родителей я считаю что это неправильно вот нам нужно настоящие пиры возродить чтобы действительно сели сказали все кто что может не во время вручения наградки так по полу а чтобы хорошенечко могли высказать это на перу такие свои воззрения свои эти вот и они могут быть ну начать с президента например а потом губернские там и даже местные я бы тоже не против сейчас бурмистра и рядом с ним посидеть но Ерофеевича я конечно много не вытяну но маленечко могу все-таки сказать и что-то значит сделать теперь переходим к основной части